Здравствуйте! Добро пожаловать на канал About Animals. Орангутаны – древесные, человекообразные обезьяны. Они наиболее близки к человеку, на генетическом уровне. По своей натуре они довольно сдержанные и спокойные животные, которые не нападают на человека. В качестве среды обитания они выбирают заболоченные низменности и густые леса. Ареал обитания этих животных сильно сократился из-за деятельности человека. Если раньше они водились на всей территории Юго-Восточной Азии, то теперь только на двух островах Калимантане и Суматре. Однако в заповедниках, зоопарках и национальных парках много этих животных. Ветеринары тщательно следят за их состоянием и делают все возможное, чтобы они приносили потомство. На острове Борнео есть организация «Арандутан Джангл Скул», где живут орангутаны, а сотрудники снимают целое ТВ-шоу про их жизнь. Так работники рассказывают людям о ценности этих обезьян и угрозе вымирания вида. Видео, представленное ниже, является частью серии. Оно показывает, как малыша орангутана возвращают его маме, после того как он был украден доминантным самцом. Урсула, сотрудник центра и няня маленького орангутана, решила вернуть кроху по имени Кларит и ее маме молодой самки Кларе. Урсула подходит к клетке и осторожно показывает малыша. После недели разрыва существует опасность, что Клара отвергнет или даже навредит своему детенышу. Вернуть малыша раньше было нельзя мать, и ребенок страдали от сыпи, но сейчас выздоравливают. Клара так смотрела на своего малыша, словно она была рада видеть его. «Я снова и снова повторяла Кларе, что это ее ребенок, что он здоров, и мы возвращаем малыша ей», — рассказывает Урсула. Клара не проявляет себя враждебно, и работники Оранжьютен Джангл Скул решаются пойти на риск, хоть это и может быть слишком рано. Затем, как матери передают ребенка, следит целая команда ветеринаров. Клара приняла своего малыша и обняла его. На самом деле, когда матери отвергают детей, они просто не кормят их молоком. Но Клара не отвергла ребенка и стала кормить его. «Это один из самых милых моментов, с тех пор как я тут работаю», — сказала один из ветеринаров организации. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.